Наномир курских ученых. Уже несколько лет в центре наукоемких технологий исследователи пытаются получить новые материалы с использованием уникального оборудования. Сфера их возможного применения огромна, от компьютеров до космической техники. Об открытиях курских ученых и о том, как они изменят нашу жизнь, в нашем сюжете. Ученые уже давно прорубили окно во Вселенную, а вот наномир, окружающий человека, до сих пор хранит тайны. Тот, кто их раскроет, получит новые материалы с уникальными свойствами. Инженеры центра коллективного пользования работают с самой мельчайшей частицей в наномире. Спин — это одна из, так сказать, характеристик электрона, который вращается вокруг ядра в атоме. На смену тем материалам, которые используются сегодняшней обычной вычислительной технике, на полуфинговой основе транзистором придут спиновые транзисторы. Это означает, что размеры уменьшатся существенным образом, во-первых, а во-вторых, качество работы этих устройств станет гораздо лучше. Один нанометр — это одна миллиардная часть метра. Таково соотношение копейки к размеру Земли. Ученым помогает уникальное оборудование. Вес этого микроскопа — более 400 килограммов. Нельзя сказать, что это микроскоп. Это целый лабораторный комплекс. Тут атомно-силовой микроскоп. Он видит 5 нанометров и меньше. Это конфокальный микроскоп. Это чисто оптическая схема, которая позволяет получить почти 9 тысяч раз увеличение. Конструкция гасит любые колебания пола. А три луча лазера и сложнейшая оптика помогают изучать мельчайшие объекты. Правда, вместо обычных цифровых фотографий ученым приходится работать вот с такими графиками. Кривые — кладезь информации о жизни атомов. Но на изучение одной такой кардиограммы может понадобиться полтора года. Лазер, проходя через оптическую систему, сводясь в точку, возбуждает колебания атомов, которые находятся либо в молекуле, если это молекулярное какое-то соединение, либо в кристаллической решетке, если это кристаллическое тело. Итогом долгой и кропотливой работы должно стать появление новых материалов — долговечных и сверхпрочных. Вот так, двигая атомы, курские ученые двигают вперед науку. Тарас Степаненко, Антон Натышев, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.